Что есть оптимизм? И в довершении всего мы должны верить, что грядущее обновление нам удастся. Мы должны приступить к разрешению предстоящих задач с достоинством и спокойствием, и в то же время в великой творческой сосредоточенности. Ибо от успеха наших трудов зависит дальнейшее развитие мировой истории. Во всех областях жизни от нас потребуются огромные усилия, ибо дело идет о религиозном, культурном, социальном и политическом обновлении. И для этого нам необходим духовно верный оптимизм. Но в жизни встречается и неверный, ложный оптимизм. Недостаточно быть в хорошем настроении, мало не предвидеть ничего дурного. Легкомысленный весельчак всегда в хорошем настроении, а близорукий и наивный не предвидит вообще ничего. Мало верить в свои собственные силы и уметь успокаивать других людей. Самонадеянность может вредить творческому процессу, и оптимизм не сводится к спокойствию во что бы то ни стало. Оптимизм не дается людям от рождения и от здоровья. Он приобретается в духовном созревании. Оптимист не предвидит успех и счастье при всяких условиях. Ход истории может обещать в дальнейшем не подъем, а падение. И оптимист не может закрывать себе на это глаза. И тем не менее он остается оптимистом. Ложный оптимист хранит хорошее расположение духа потому, что он человек настроений и предается своим личным, чисто субъективным состояниям. Его оптимизм не имеет предметных оснований. Он живет сам по себе, вне глубоких течений истории, вне великих мировых событий. Он оптимист только потому, что обладает здоровым, уравновешенным организмом и не страдает от душевной дисгармонии. Его оптимизм касается его самого и, может быть, его личных дел. Но в плане великих свершений он видит мало, а, может быть, даже и ничего. А если он в самом деле что-нибудь видит, то он видит смутно и расценивает неверно. Перед лицом духовных проблем он поверхностен и легкомыслен. Он не видит ни их глубины, ни их размаха, а потому легко принимает пустую видимость за подлинную реальность. Вот почему он не видит ни лучей, ни знамений Божьих. И потому его оптимизм физиологически объясним и душевно мотивирован, но предметно и метафизически не обоснован. И ответственности за него он не принимает. Его оптимизм есть проявление личной мечтательности или даже занощивости. Он может привести к сущим нелепостям. И его уверенные разглагольствования имеют веса не больше, чем стрекотание кузнечика. Совсем иначе обстоит в душе настоящего оптимиста. Прежде всего, его оптимизм не относится к повседневному быту со всеми его сплетениями, закоулками и пыльными мелочами, со всей его жестокостью и порочностью. Ежедневная жизнь может взвалить на нас еще страшные бремена, лишения и страдания, но это нисколько не влияет на его оптимизм, ибо он смотрит на эти испытания как на подготовительные ступени к избавлению. Он имеет в виду духовную проблематику человечества, судьбу мира и знает, что эта судьба ведется и определяется самим Богом, и что поэтому она развертывается, как великая и живая творческая драма. Вот истинный и глубочайший источник его оптимизма. Он знает, что мир пребывает в руке Божией и старается верно постигнуть творческую деятельность этой руки. И не только понять ее, но добровольно поставить себя в качестве свободного деятеля в распоряжение этой высокой и благостной руки, да будет воля Твоя. Он желает содействовать Божьему делу и плану. Он стремится служить и вести, внимать и совершать. Он желает того, что соответствует воле Божией, его замыслу, его идее. Он видит, что в мире слагается и растет некая Божия ткань, живая ткань Царствия Божия. Он заранее предвосхищает зрелище этой ткани и радуется при мысли, что ему удастся войти в нее живою нитью. Это означает, что его оптимизм относится не столько к человеческим делам, сколько к Божьему делу. Он верит в светлое будущее, в приближающееся Царство, потому что оно не может не навстать, ибо оно осуществляется Богом. А его главная задача состоит в том, чтобы верно постигнуть отведенное ему самому место и верно исполнить предназначенное ему самому служение. Узнав свое место в замысле Божьем и найдя свое верное служение, он стремится наилучше осуществить свое призвание, исполнить свой оптимизм. И если он знает, что это делает, тогда на него нисходит спокойная жизнерадостность и духовный оптимизм. Он верит в свое призвание и в свое дело. Он расценивает себя, как нить в Божьей руке. Он знает, что эта нить вплетается в Божью ткань мира и чувствует через это свою богохранимость. С молитвою идет он навстречу неизбежным опасностям жизни и спокойно наступает на Аспида и на Василиска, на Змия и на Скорпия. И остается невредим. И потому исповедует вместе с Сократом, что Божьему слуге не может приключиться зла. Это означает, что настоящий оптимизм никогда не переоценивает своих личных сил. Он есть не более, чем одна из земных нитей в руке великого Творца жизни. И эта земная нить может быть в любой миг оборвана. Но пока она живет на земле, она желает крепиться и верно служить. Такого человека движет воля к верности и победе. И там, где пессимист совсем выключает волю и растеривается перед лицом событий, где ложный оптимист предается своим настроениям и не справляется с затруднениями, там настоящий оптимист справляется со всякой задачей. Трезво и зорко следит он за событиями, не поддавая страху и не преувеличивая опасность. И чем вернее он видит действительность, тем лучше он понимает, какая сила воли и какая выдержка потребуется от него. Он — волевой человек, знающий о своей ведомости и хранимости, преданный тому делу, которому он служит, и питающий внутреннюю струю своей жизненной воли из божественного источника. Воля же есть замечательная и таинственная сила, которая всегда может стать еще более мощной и упорной, чем это кажется с виду. Воля настоящего оптимиста есть дар силы или искусство самоусиления, живая бесконечностью силы, столь давно и безнадежно искомая духовная перпетуум мобиле. Настоящий оптимист видит современный ему ход истории, созерцает его сущность и смысл в плане Божьем и черпает свою силу из бесконечного источника воли, преданной Богу и Богом ведомой. Он непоколебимо верит в победу, в победу своего дела, хотя бы эта победа казалась временами его личным поражением, ибо его победа есть победа того Божьего дела, которому он служит на земле. А когда его настигнет утомление или неуверенность, тогда он молитвенно взывает к последнему источнику своей воли и своей жизни, к Богу. И тогда все необходимое посылается ему, и он продолжает свое служение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова